Глупо будет не согласиться с тем фактом, что у компании Rolex гениальная маркетинговая стратегия. Какую магию нужно было применить при создании своих часов, чтобы буквально каждая вторая часовая компания в мире старалась что-то заимствовать? Ну вот и компания Cadison представляет нашему вниманию очередной омаж. На модели Rolex Oyster Perpetual Dayjust комплект поставки включает гарантийную карту, инструкцию, инструмент по монтажу браслета и замечательная салфеточка. Сама коробка представляет собой картонный кейс на магните, что очень удобно. Ну и конечно герой нашего сегодняшнего обзора модели от компании Cadison под номером 8214. Приобретались часы как всегда на платформе Joom через китайские магазины. По стоимости без купонов это в районе 9000 рублей. Ну а естественно с купонами это где-то в районе 8000. Соответственно доставка бесплатная, плата рублевыми картами возможно, все ссылки я вам оставлю в описании. Сравнивать с оригинальной моделью, у которой был заимствован дизайн Невижнякового смысла. И так все понятно. А вот что касается циферблата, мне кажется здесь тоже есть заимствование определенное. Была, да и есть собственно такая модель в линейке Seiko 5. Называется она в народе цемент. Которая обладала вот точно таким же по структуре, очень похожим циферблатом серого цвета. Мне кажется здесь тоже есть определенное заимствование. Целенаправленно ли компания Cadison это делала или просто так случилось, доселе мне неизвестно. Но в целом получилось как на мой взгляд очень-очень приятно. Если у Seiko текстура была очевидно очень похожая на цемент. То здесь мне кажется больше на какой-то шлифованный бетон все это смахивает. Или на какой-то замороженный ини на этом бетоне. Ну а в остальном конструкция циферблата, его структура в точности повторяет ту же, которая используется в оригинальной модели от компании Rolex. Трехмерные метки, достаточно крупные. С отделкой хорошо отражают свет. Трехстрелочник у нас здесь. Дата на 3 часа под циклопом. Ну и соответственно на 12 часов логотип и название бренда. Так же как и на Rolex, непосредственно на Ranty, вот вы можете видеть название бренда здесь присутствует. Что лично мне сразу бросилось в глаза, это какие-то несуразно короткие стрелки. В том числе и часовая, и минутная, и самое конечно обидное, что и секундная стрелка. Обратите внимание, они такое ощущение как будто взяты от корпуса в 36 мм, хотя здесь по факту 40. Корпус 40 мм, по ушкам 48 мм, толщина 11,4 мм. Браслет 21 в самой узкой точке 17. Также на циферблате мы видим с вами информацию о водозащите в 10 атмосфер и о том, что здесь установлен механический калибр с 21 камнем. При водозащите в 100 метров здесь сделана завинчивающаяся заводная головка, что на мой взгляд лишнее телодвижение, поскольку для 100-метровой водозащиты можно обойтись и без этого. Конструктивно усложняющего манипуляцию с часами элементов. Вес на полном браслете 136 грамм. Как видите, габариты у часов очень универсальные. Так они сидят на моем запястье 18,5 см в обхвате. Часы реально очень удобные, короткие ушки, достаточно легкий вес, хорошая эргономика. То есть подойдут практически, мне кажется, на любое запястье от 17 до 20 см в обхвате будут смотреться очень и очень актуально. Общее впечатление о часах можно составить достаточно быстро. Но вот что касается китайских производителей, для меня важнейшим при обзорах являются технические характеристики. То есть, собственно, как сделаны часы, какие механизмы используются. Потому что прайс у них невысокий. Хочется понять, на каком технологическом, так сказать, этапе находятся производители. Что они способны закладывать. А в свои часы с этим, друзья, сейчас будем подробно разбираться. Первое, конечно, это стекло. Ну, это сапфир, как видите. На циклопе, судя по всему, минералка. Ну, на заднем стекле, собственно, тоже. Корпус у нас полностью полированный. Что сказать, выглядит в целом это неплохо. Но в части эксплуатационных своих характеристик, друзья, это, конечно, очень проблематичные корпуса. Царапины они приобретают просто с колоссальной скоростью. Обратите внимание, что даже безель, вот этот вот рифленый, он также полирован в зеркало. С одной стороны, конечно, красиво, цвет отражает, он просто потрясающе. С другой стороны, непрактично. Сама отделка, ну, как на мой взгляд, на часах за 8 тысяч рублей, она просто здесь какого-то запредельного уровня. Чего, допустим, не скажешь о полировке зеркальной на браслете непосредственно. Видно, скорее всего, что разные производители делали эти элементы. Потому что, ну, не совпадают они по качеству. Это прям очевидно. Хотя, допустим, сатинирование здесь вполне себе качественное. Сам вообще браслет, на самом деле, на мой взгляд, намного лучше, нежели чем на моделях от Pagani Design. Геометрия здесь такая прям очень приличная. Одним словом, тоже как бы за 8 тысяч рублей. Это, конечно, можно назвать буквально шедевром. Застежка здесь, друзья, обратите внимание, бабочка. И она у нас полностью литая. Корпус, кстати, имеет сатинирование на задней части. При том, что сама крышка стальная, тоже полированная в зеркало. Она завинчивающаяся. Ну, имеет прозрачное окно, через которое мы с вами можем наблюдать за работой механизма Miota 8215. Японский механизм с 21 камнем. 40 часов запаса хода. Автоподзавод. Базовая рабочая лошадка. Примитивная отделка. Но, в целом, очень достойный ремонтопригодный механизм. Имеет точность плюс-минус 15-25 секунд в сутки. Ходит обычно в районе 10, в зависимости от настройки. Интересная ситуация складывается с китайскими производителями, которые на протяжении достаточно долгого времени нас радуют своими бюджетными, доступными часами с отличными характеристиками. Когда меньше, чем за 100 долларов вы получаете в часах сапфировое стекло, получаете японский механизм, неплохое качество отделки корпуса. Но при этом не получаете какого-то индивидуального дизайна. Да и вообще, в целом, вы не получаете даже полноценного названия модели. Ситуация двоякая. С одной стороны, здесь становится понятно, что современное производство позволяет многим производителям за небольшой прайс делать достаточно хорошие экземпляры часов. А с другой стороны, мы понимаем, что ценности-то нет, собственно, никакой. И чтобы создать, мало просто делать качественный продукт, нужно создавать, друзья, бренд. А это дело не быстрое, требующее огромное вложение, требующее грамотного маркетинга. Собственно, компания Rolex, откуда, собственно, и скопирование дизайна этих часов, является живым примером того, как можно зарабатывать сотни миллионов долларов, продавая, по сути, модели, которые настолько незначительно меняются и остаются максимально востребованными и популярными. Выводы относительно какого-либо продукта у нас на канале вы делаете самостоятельно. Я лишь могу констатировать тот факт, что в целом, часы сделаны очень качественно за свои деньги. А вот будут ли иметь они для вас какую-то ценность? Ну, это вопрос уже непосредственно к вам. Напишите в комментариях, что вы думаете по этому вопросу. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал. Я надеюсь, что был вам полезен с этим обзором. До новых встреч, друзья!